На острове Русский прошел морской конгресс Дальний Восток. Губернатор края на пленарном заседании Дальний Восток – флагман морской отрасли России в новой системе координат подчеркнул, что объем судостроительных работ в регионе вырос почти на 30%. За период с 2020 года по 2023 выпущено уже 49 судов различного класса и назначения. В планах приморских судостроителей до конца года обеспечить выпуск еще 18 судов, 7 из которых построено в рамках квоты под кель. Всего портфель приморских судостроителей по этой государственной программе составляет 21 судно. Судоремонтное предприятие «Приморье» за этот период исполнили порядка 2000 контрактов на ремонт судов различного класса. Глава региона добавил, что в Большом Камне строится одноименный промышленный парк, арендное жилье, объекты социальной инфраструктуры. Мы также приглашаем промышленные компании, участников Конгресса стать резидентами промышленного парка Большой Камень и получить доступ к самому широкому ряду льгот и преференций, таких как снижение ставки налога на прибыль, социальные вычеты и, безусловно, самым значимым событием 2024 года будет создание приморья судостроительного кластера. Также губернатор рассказал о государственных мерах поддержки судостроительных и судоремонтных предприятий края. В рамках региональной поддержки предприятия судостроения и судоремонта пользуются целым рядом тех инструментов, которые мы разработали. Общий объем средств краевого бюджета превышает на поддержку отрасли 2 миллиарда рублей. Это программы кредитования регионального фонда развития промышленности, субсидирование затрат предприятий по вывеску пилотной партии высокотехнологичной импортно-замещающей продукции, возмещение затрат связанных с неокрами. С 2023 года по 2005 год предприятия судостроения и судоремонта освобождены от налога на имущество. В рамках Конгресса Олег Кожемяка посетил экспозицию, посвященную морским предприятиям Приморского края и Дальнего Востока. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.